Ассоциированное трио сделало заявление. Мы рассчитываем на сотрудничество с ЕС. Формат ассоциированного трио «Украина, Грузия и Молдова» усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны. Страны заявили, что достигли ощутимого прогресса в реформировании государственного управления и твердо привержены взятым на себя обязательствам. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на Юроктив. Укрепление демократии и верховенства права, борьба с коррупцией и совершенствование судебной системы остаются. Приоритетами говорится в заявлении министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Грузии Давида Залкалиани и Молдовы Аурелию Чако. В то же время, как отмечается в статье, страны продолжают противостоять вызовам. В частности, из-за незаконной оккупации территорий Грузии и Украины и конфликта в Приднестровском регионе Молдовы, что серьезно угрожает суверенитету и подрывает территориальную целостность государств. Страны подтверждают обязательства продвигаться вперед во внедрении соглашений об ассоциации с ЕС и предоставляют новый толчок к стратегическому развитию восточного партнерства. Ассоциированное трио объединяет не только большая цель членства в ЕС. Мы также будем совместно работать над расширением повестки дня диалогов между йог и партнерами, говорится в заявлении. Среди новых тематических направлений Транспорт Энергетика Цифровая трансформация Зеленая Экономика Образование Юстиция Стратегические коммуникации Здравоохранение Культура Важной составляющей совместной деятельности трио будет усиление сотрудничества с ЕС в сферах безопасности и обороны, в частности по противодействию гибридным угрозам, усилению киберстойкости, говорится в заявлении. ЕС может изменить ситуацию в регионе к лучшему, и три страны готовы активно взаимодействовать с ЕС на политическом, экспертном и уровне. Гражданского общества, заявили главы МИД, ранее сообщалось, что ассоциированное трио совершит первый совместный визит в Брюссель. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкайт